Мы продолжаем наше знакомство с деятельностью конструкторского бюро Александра Сергеевича Яковлева. На этот раз речь пойдет об одной из лучших боевых машин Второй мировой войны — истребителе Як-1. К началу 40-х годов основу самолетного парка военно-воздушных сил Красной Армии составляли полутораплан И-15 в нескольких модификациях и моноплан И-16 конструкции Поликарпова. Они хорошо зарекомендовали себя в ходе гражданской войны в Испании и боевых действиях против японской армии в районе озера Хасан и на реке Халхенгол. Но становилось все очевиднее, что советские истребители устарели. По всем параметрам они проигрывали и немецкому БФ-109, и недавно появившемуся английскому Спидфайру. У нас были выдающиеся самолеты, созданные в 30-х годах, марганировщик СБ, скоростные истребители И-16, ряд других. Но потребовалось создать новое поколение самолетов, обладавших в первую очередь большей скоростью, скороподъемностью, более мощным оружием. И вот тут мы отстали от ряда ведущих западных стран. В мае 1939 года ведущие разработчики авиационной техники, в том числе Лавочкин, Микоян и Яковлев, получили задание. В ближайшие полгода создать истребитель, по меньшей мере не уступающий зарубежным аналогам. В конце декабря Яковлеву позвонил Сталин и поинтересовался ходом работ. Разработка машины контролировалась на самом высоком уровне, и невыполнение государственного задания грозило конструктору печальными последствиями. К тому времени в тюрьмах и специальных КБ, так называемых «шарашках», уже находились Туполев, Петляков, Месищев и другие известные авиаконструкторы. 1 января 1940 года опытный образец, получивший обозначение И-26-1, доставили на заводской аэродром. 13 января был выполнен первый полет. Летчик-испытатель Юлиан Пиантковский отметил хорошую устойчивость и управляемость самолета. Пиантковский Юлиан Иванович – летчик-испытатель. Родился в 1896 году в Киеве. Окончил ремесленное техническое училище «Школу авиамотористов». Участник Первой мировой войны, старший унтер-офицер. В 1919 году прошел курс обучения в Московской авиационной школе. Во время гражданской войны служил в строевых частях военно-воздушных сил Красной Армии. С 1923 года служил летчиком-инструктором, затем штатным летчиком-испытателем конструкторского бюро Яковлева. Летал на самолетах 300 типов. Установил несколько мировых авиационных рекордов. Награжден орденами Ленина «Красные звезды». Разбился 27 апреля 1940 года. Есть два метода повышения скорости. Увеличение мощности мотора и понижение аэродинамического сопротивления. Первый путь можно назвать силовым. Он приводит к появлению тяжеловесных, грубоватых на вид самолетов, которые словно таранят воздух. Второй порождает элегантные, легкие, обтекаемые, поистине летучие конструкции. Именно такие качества были свойственны тем 37 тысячам Яков, которые воевали и побеждали во время Великой Отечественной. А началось все с И-26. Чистые аэродинамические формы, рациональная компоновка с расположением всех больших масс вблизи центра тяжести обеспечили истребителю высокие скоростные и маневренные характеристики. Среднее расположение кабины пилота обеспечивало хороший обзор вперед, что было немаловажным для самолетов с хвостовой опорой шасси, на рулении и особенно на взлете и пробеге. Однако спешка и нервозная атмосфера, сопровождавшая производство машины, не могли не сказаться на качестве работ. Мотор перегревался, крыло не выдерживало перегрузок, маслопроводы лопались, машина капотировала при посадке. 27 апреля на 43-м полете опытный истребитель потерпел катастрофу, в которой Юлиан Пянтковский погиб. Устранение дефектов и недостатков требовало времени. Прошли месяц, и прежде чем удалось достичь более-менее приемлемых летных данных. Но в жизни главного конструктора уже произошли серьезные перемены. 9 января 1940 года Александр Яковлев был назначен заместителем наркома авиационной промышленности и в составе официальной советской делегации отправился в Берлин. Напомним, в тот период времени Германия была не только ведущей европейской авиастроительной державой, но и находилась в дружественных отношениях с Советским Союзом. Яковлев встретился с ведущими авиаконструкторами Виллем Мессершмиттом, Эрстом Хенкелем, Куртом Танком. Кроме того, он подписал контракт на поставку в СССР современных немецких самолетов. Ровно за год до начала Великой Отечественной войны в Москву прибыли 5 истребителей БФ-109Е и 1 Хенкель-100, по 2 бомбардировщика Юнкерс-88 и Дорнье-215. Знакомство советских конструкторов с лучшей европейской авиатехникой того времени, конечно же, помогло им при завершении работы над собственными моделями нового поколения. Некоторые узлы и агрегаты были попросту скопированы с немецких. На заводе номер 213 в Москве было освоено производство автомата ввода и вывода самолета из пикирования, установленного на Юнкерсе-88. Эти устройства применялись на бомбардировщиках СБ, Р-2 и К-2. Вместо жестких сварных бензобаков стали использовать фибровые протектированные баки. Был введен целый ряд полезных усовершенствований в конструкции новых самолетов. Таких как быстросъемный кок-винта, замки капотов и лючков новой конструкции, открывающиеся без применения инструмента, механический указатель положения шасси на крыле, выполнение на корпусе разъяснительных надписей для летчика, механизм стопорения хвостового колеса при посадке для лучшей устойчивости при пробеге. Бомбардировщик ДБ-3Ф оснастили термическим антиобледенительным устройством по типу имеющегося на Юнкерс-88. Изготовили реактивные выхлопные патрубки двигателей по образцу немецких. Начался опытный выпуск оребренных кожухов, колесных тормозов и радиаторов пластинчатого типа, как на БФ-110, Юнкерс-88 и Дорнье-215. На основе немецкого прицела Лотфа-7Б завод номер 217 приступил к производству прицелов СП-1 для бомбометания с горизонтального полета. После знакомства с немецкими самолетами военные стали требовать обязательного применения на борту оборудования радиосвязи. Опытные образцы истребителей, разработанных в КБ Микояна, Лавочкина и Яковлева, вышли на государственные испытания с разрывом в 2-3 месяца. Почти одновременно, с мая по июнь 1940 года, они были запущены в серийное производство. И-26 многим отличался от своих собратьев, будущих Мига и Лага, в первую очередь весом. Он стал самым легким истребителем-монопланом нового поколения. Это объяснялось не только особенностями конструкции. Деревянное крыло, сварной и стальных труб каркас фюзеляжа, диралюминиевое оперение с полотном, но и ограниченными возможностями отечественной металлургии того времени. Ввиду сильно возросших требований по выпуску алюминиевых сплавов, наша промышленность не успевала изготавливать эти сплавы и ощущался сильнейший дефицит алюминия. Поэтому все конструкторы-истребители старались там, где это возможно, применять какие-то материалы-заменители. Будь то дерево обыкновенное, сталь в качестве несущей конструкции фюзеляжа. К началу 40-х использование доступных, недефицитных материалов стало фирменным знаком конструкции Яковлева. Кроме этого, спортивная специализация КБ оказывала влияние на аэродинамику всех его машин. Для них характерны изящные, плавные обводы и в целом практически совершенные формы. Истребитель модификации И-26-2. Взлетная масса 2800 килограммов. Мощность двигателя 1050 лошадиных сил. Максимальная скорость 586 километров в час. Практическая дальность 700 километров. Практический потолок 10200 метров. Экипаж 1 человек. Вооружение 1 20-мм пушка и 4 пулемета калибра 7,62. К серийному производству И-26 приступили еще до приемки истребителя газкомиссии. Конечно, первые самолеты были далеки от совершенства. Отсутствовали радиостанция, генератор, индикатор расхода топлива, оборудование для ночных полетов. Не соответствовали тактико-техническим требованиям винтомоторная группа и шасси. Правительство, принимая такое решение, сильно рисковало. В случае невозможности довести самолет до боеготового состояния, преждевременное производство привело бы к большим потерям. Но в случае успеха давало огромный выигрыш во времени. Первые 11 предсерийных Яков поступили для войсковых испытаний на подмосковный аэродром Кубинка в октябре 1940-го. Летчики дали высокую оценку новой машине. По технике пилотирования на посадке, при полетах в облаках и ночью он оказался значительно проще основных советских истребителей И-15 и И-16. Летный состав без труда переучивался на новый тип самолета. Все его самолеты ну просто по роду своего назначения в 30-х годах должны были быть легко управляемыми доступными летчику практически любой квалификации. И вот это его качество было реализовано при создании истребителей Академии. В конструкции машины были и недостатки, но в целом истребитель мог успешно решать боевые задачи. 7 ноября 1940-го года 5 и 26-х на максимальной скорости пронеслись над Красной площадью, приняв участие в воздушном параде, посвященном 23-й годовщине Октябрьской революции. С 1 декабря после смены обозначений истребитель выпускался под названием Як-1. Одновременно был создан, испытан и поставлен в серийное производство двухместный учебно-тренировочный Як-7УТИ. К началу Великой Отечественной войны заводами было выпущено 425 самолетов Як-1. Но в авиационных частях пяти приграничных округов в боеготовом состоянии находилось 92 машины. Освоили новые скоростные истребители только 36 пилотов. Остальные только в начале июня 41-го приступили к переобучению и продолжили его уже в ходе боев. Как же воевали наши пилоты на первых Яках? Рассказ об этом в следующем фильме. Субтитры создавал DimaTorzok